Любой из горожан не раз видел, как отработавшие свой век автомобильные шины еще с советских времен активно используются для обустройства клумб, парковок, детских и даже спортивных площадок. В них сажают цветы, ими отделяют газоны от проезжей части, их вкапывают в землю для игр детей. Найти шины для создания подобных объектов несложно весной. После таяния снега автомобилисты десятками складывают старые покрышки на контейнерных площадках. Однако это далеко не лучший вариант утилизации. Ведь, несмотря на стертый протектор или сильные повреждения, такие покрышки довольно ценный вторичный ресурс. О том, как правильно распорядиться им, выясняла наш корреспондент Анастасия Новичкова. Сложенные на контейнерных площадках шины могут лежать там неделями или даже месяцами. Они не относятся к твердым коммунальным отходам, и поэтому рекоператор их не вывозит. А ведь это пагубно сказывается на окружающей среде. Автомобильные шины относят к четвертой группе опасности отходов из-за токсичного химического состава. При нагревании вредные вещества отравляют воздух и проникают в почву, вплоть до грунтовых вод. Поэтому очень важно применять в повседневной жизни раздельный сбор подобного мусора. Мы решили узнать, как к этому относятся жители Твери. Я сортирую батарейки отдельно в коробку. Получается, в силу пластиковую посуду, бутылки, пакет и все стекло тоже отдельно. Как относитесь к раздельному сбору мусора? Хорошо. А сами практикуете, сортируете? Мы нет, но хорошо относимся. Я живу в частном секторе, и это практически невозможно. У нас приезжает одна мусорная машина, в которую мы все загружаем. Если только пластик, отдельно куда-то. Отдельно все. Пластиковые бутылки в отдельный контейнер, стеклянные в отдельный. А как относитесь к раздельному сбору мусора? О, замечательно. Только надо научиться. Да. Большинство тверичан уже заботятся об экологии и стараются сортировать мусор. Но не у всех есть полноценная возможность для такой утилизации. Однако в Твери открывается все больше пунктов приема вторичного сырья, где можно сдать различные бытовые отходы на переработку. И даже немного на этом подзаработать. Что же касается покрышек, в городе функционирует несколько точек, на которых установлены контейнеры для сбора и дальнейшей утилизации изношенных шин. Например, по адресу улица Волынская, дом 65, Московское шоссе, дом 21, улица Румянцева, дом 44 и другие. Субтитры создавал DimaTorzok